Это глина простая, вот она, пластичная, как пластилин. В ее руках любой материал превращается в произведение искусства. Юлия – дизайнер, работает в технике папье-маше, макраме, делает картины из камней и песка. Недавно решила освоить лепку. К Новому году сделала партию елочных игрушек из глины. Это сделано собственными руками, и, если честно, я ни у кого не видела таких игрушек. И они очень и очень практичные. Вот сколько раз они у меня падали, и даже еще ни разу не разбились. Шарики, сосульки, колокольчики – форму игрушек Юля придумывает сама. Лепка, обжиг, специальные печки есть в керамических мастерских, затем раскрашивание и сушка. Технология изготовления эксклюзивных украшений проста. По словам мастерицы, ее запросто может освоить даже дилетант. В мастерской у Елены повсюду осколки стекла. Его бьют специально. Из этого материала получаются эксклюзивные сувениры и украшения. Специальное стекло в Саратов привозят из Америки. Потом художники врезают из него разные фигурки или делают панно. Последний этап – запекание. Хрупкие произведения искусства отправляют в печь, где при температуре 800 градусов стекло плавится и приобретает необычные формы. Наиболее популярны небольшие панно. Магниты сейчас очень популярны. Подвески на елку – это такой подарочный вариант. Одинаковых вообще не бывает. И, в общем-то, мы получаем удовольствие именно при производстве их, вот этих вещиц. И все они получаются немножко разные. Перед Новым годом в мастерской ажиотаж. Заказов много. Особым спросом пользуются изображения кошек и зайцев. Такими сувенирами можно украсить елку или праздничный стол. Изделия саратовских мастерей используются популярностью и в Москве. Туда уходит основная часть товара. Берутся в мастерской и за индивидуальные заказы. Можно поучаствовать в создании подарка. Не руками, конечно, а головой. Фантазии клиентов всегда приветствуются. Елена Гришина, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.